гортензия безусловная красота потрясающе про гортензии друзья мои сниму видео отдельно поговорим о сортах об уходе ошибках в общем расскажу про жизнь гортензии у меня на участке все а сейчас пойдем в теплицу здравствуйте приветствую всех на своем канале хочу сегодня поговорить представить вашему вниманию томат инкос неоднократно в своих видео я уже его показывала и в обзорах семян я тоже его показывала но это мой любимец он относится к разряду мои любимцы хочу отдельно о нем поговорить немножко заострить внимание вот такой приобретала фирма поиск 34 рубля сейчас вам покажу сколько там здесь 12 штучек это я приобрела уже два пакетика на следующий год так как семена голландские ну мало ли что вдруг не будет томаты инкос я высаживаю на протяжении многих лет сею и высаживаю мною любимый томат и на еду мы берем на салатики на заготовки нож а томата в собственном соке как и томату жигала томату инкосу вообще конкуренции нет просто хочу вам показать что действительно томат вот у меня уже там виде кисти вообще на земле лежат очень усыпной много у получается здесь другой томатик уже с ним так переплелся листья я все удаляю томат невысокий буквально метр чуть выше метра вырастает но с ним тоже метаморфозы могут происходить в разные года томатик ростом бывает высоту разной то есть он может быть чуть ниже может быть чуть выше вот именно в этой теплице он растет у меня фактически всегда в прошлом году я немножко поменяла дислокацию и высадила его в другую теплицу там тоже было все хорошо но вот здесь он он чувствует себя намного лучше урожай завязывает больше и вкус как ни странно в этой теплице у него лучше так что вернула томатик на его историческую родину томат инкос сейчас я взвешу разрежу и все вам покажу вот сняла два плодика это сливовидные удлиненные формы томаты крепенькие это гибрид не сорт очень его люблю рекомендую конечно же но это гибрид так посмотрим солнце отсвечивает 114 граммов он такой до 150 редкие экземпляры бывают которые вырастают до 200 грамм 84 грамма ну вот как раз таки в баночку для маринования для солений он такой крепенький плотненький что мне нравится очень долго висит то есть ничего с ним не случается может повисеть дольше чем обычная чем вот сорта потому что это гибрид красивый да на солнышке блестит так сейчас я конечно же его разрежу и покажу вам его в разрезе вот смотрите я его разрезала то есть посмотрите томат он очень такой мясистый фактически одно мясо вот видите сейчас в другом разрезе я вам покажу его вот вот такая зеленая жижечка у него видите какие толстые стеночки то есть как раз таки для солений для маринования в баночку этот томат идеально подходит вот томат инкос посмотрите вот семена конечно но я соберу в этом году в этом году дала себе слово что со всех гибридов обязательно я возьму семена вот если вам нужен томатик для солений для маринований чтобы он был плотный в баночке чтобы знаете там сопли не растекался вот как раз таки инкос именно для этого и подходит прекрасный томат рекомендую ну немножко покажу еще сорт жигала это сорт это не гибрид показывала его неоднократно у меня есть видео прошлого года видео называется по моему берлинская мама яки моя стена томатов но может быть ссылочку скину посмотрите сколько томатов посмотрите он просто усыпан вот я даже не знаю как там камеры это все взять вот он с инкосом примерно одного роста то есть высота у него одинаковая но как много томатов вот у меня завалилась сейчас попробую так сверху снять завалилась в общем у меня тут котики наш котик еще соседский маякун еще какой-то котик они тут устраивают у меня знаете побоище устраивали в общем утром у меня вылетают коты в одну сторону 2 томаты у меня летят в другую сторону все мне завалили прекрасный томат жигала тоже идет на томаты в собственном соке девочки вы мне писали что он невкусный но у меня каждый томат имеет свое назначение я его вот в чистом виде фактически не ем хотя салаты из него тоже нормальные прекрасные получаются вот в баночке непревзойденный как и томат инкос и дальше еще идут другие томаты там я расскажу видео покажу вот это рабочая лошадка томат инкос томат жигала рабочая лошадка он тоже плотненький у него такая же мякоть и консистенция приблизительно как и у инкос они очень схожи в этом вот и когда берете на томаты в собственном соке не не давайте ему перезреть чтобы томатик был немножко немножко такой чуть-чуть вот такая маленькая недозрелость тогда в банке он не разойдется вот там от жигала я кому-то высылала семена поэтому девочки кто получил напишите мне отзыв и вообще большое спасибо что вы напишите мне отзывы о семенах которые вы получили в прошлом году мне приятно может быть не у всех у вас получился там хороший урожай но пишите смело я не обижусь вот представляла вашему вниманию томаты инкос ну и немножко затронула томатика жигала вот я не знаю сколько тут его я в прошлом году столько сделала томата в собственном соку наверно банок 40 двухлитровых и что вы думаете мы все съели это такая вкуснятина так а там меня кто-то покоцал у меня тут сегодня снимала листья немножко по обрезала и нашла 2 гусениц такие смачные зеленые гусеницы объедали мой томатик все всего доброго будьте здоровы и счастливы всем пока